Доброе утро, мои дорогие! Ну, наверное, она не распустится, конечно, эта розочка, но уже вон какая стала! А сегодня последний день ноября. Завтра зима. Ну что ж, зима так зима, куда денешься! Так что, мои дорогие, встречаем зиму! Так, ну а я пока хочу вам показать, что вот я последнее сделала. Вот сделала вот такие экологические бусы. Вот захотелось сделать такой природный оберег. Потому что здесь рудракша, тоже такой материал из Азии. Потом осина, дикинг, коралл. В общем, все такое для оберега. Получилось вот такое украшение. Завтра я вам все на манекене покажу. Так, вот такое вот сделала украшение. И сейчас вот сделаю еще серьги к нему. Вот, и тоже можно будет уже показать. Вот, а сейчас пока погода хорошая, пойду на улицу, у меня там цемент. А я по чуть-чуть, так знаете, чуть-чуть там подмету, уберу, что-то уберу, в сарай там. Ну, в общем, короче, дела-то хватает. Сами понимаете. Дела хватает. Потом сейчас прям стало плохо, не сохнет белье на улице. Вообще не сохнет. Вот вроде бы и солнышко светит. Все равно вот она, чем плохо зимой влажности. Вот. Так что вот такие вот дела. Так, потом еще у меня на подходе вот такие серьги. с виноградом, с гроздью. Маська у меня играется, слышите? Шуршит, гоняет по полу. Ладно, в общем, сейчас доделаю это все, пойду на улицу. Вот эти вот стяжки пластиковые, это просто вот, ну, замечательная вещь. Были крючки, но крючки от ветра, их, ну, не пускай кивают они из дырочек. А вот стяжки, да. Бутылка шампанского отмокает. Буду докупажить ее. Сейчас все наклейки отмокнут. Буду делать шампанское к Новому году. Ну, бутылка готова. От мыла можно докупажить. Вот видите, это остатки зонта пляжного. Вот хочу я его восстановить. То есть, чего их делают, выдерживают просто один сезон. И, господи, как он называется? Ткань-то эта, господи. Вот склероз-то. Ну, короче, она от солнца, как бумага рвется. Вот хочу попробовать сделать. Ну, посмотрим, что получится. Я пришла к Алинке домой. Вчера договорились с моими жильцами, с мужиками, что я им поставлю елку, наряжу. Потому что я-то, скорее всего, ну, если будет все нормально, то я на Новый год-то уеду. Вот, они останутся с котом. С котом и с елкой. Те, кто не знают, у меня вот один жил долго год. Вот, нет, сначала их было два, потом один уехал, остался один жить. А сейчас вот за это время еще один подселился. Но я их держу не из-за меркантильного интереса. Они у меня только за свет за свой платят. Вот. Они работают в итальянской деревне, строители. И, собственно, вечером только приезжают. Вот, просто одной как-то страшновато жить. Ну, вот так вот, что случись, даже, да, вот, не обратиться ни к кому. Просто они такие, ну, мужики простые, и сниматься вообще ни в какую. Не-не-не. Ну, я их поэтому и не снимаю никогда. Вот, так что вот елку. Елка была раньше такая интересная. Она крутилась и светилась. Но что-то с ней произошло. Вот, и нашла шары, которые я делала, наверное, года два назад. Они, оказывается, я про них и забыла. А они, оказывается, лежали в коробке с елкой. Вот такие вот. Вот что-то стало с краской. Не знаю. Тут нормально, а тут что-то вот так вот. Ну, в общем, вот такие шары. Я их делаю уже много лет. Такие шары. И тут металлические части позеленели, видите, даже через... Ой, даже через краску. Надо же. Как себя. Странно ведёт. Ну, материалы всякие. Вот, так что... Нашла старые шары. Ну, вот, так что... Я сейчас займусь ёлкой. Сделаем мальчикам Новый год. Тут у меня ещё кашпо сохнет. Из тряпочки. Не знаю, что получится. Пока сохнет. Промазала. Ну, вот, что у меня получилось. С гирляндочкой. Вот тут лысое место. Ну, я так... Я говорю, без фанатизма. Взрослым мальчикам. Так что... Сейчас я немножко перевешу. Всё. Ну, это, знаете, вот, чтобы чисто было такое понимание, что скоро Новый год. Ну, что, мои дорогие, хочу поделиться с вами радостью. Котёночек вырос. Пока я на улице занималась своими делами, он запрыгнул на стол, на плиту и свернул сковородку с рыбой на пол. Я пришла и просто обалдела. Всё, всё. Теперь уже и оттуда надо всё убирать. Порадовал себя. А мне всё это убирать. Да и без рыбы осталось. Ужас. Ужас. Каждый день. Каждый день что-нибудь творит. Господи, когда он уже вырастет, но... Есть ли шанс, что он поумнеет? Как-то я сомневаюсь. Мало того, он сам весь в масле, в рыбе. Вылизывался тут час, наверное, целый. Вот шкодник, а. Ой, шкодник. Ну, что, хорошо. Зубаточки поел. Не ментай какой-то. Ну, в общем, короче, всё надо убирать. Просто вот теперь только вот следить за всем, всё убирать. Уже и на плите ничего оставить нельзя. Ой, Господи. Закончился у меня майонез. Сейчас вот буду майонез делать. Три яйца. Где-то столовая ложка горчицы. Соль. Сахар я не кладу. Но это... Мне нельзя. А так ещё можно и ложку сахара положить. Вот. И сейчас взбивать надо ну, минуты... Минуты две-три. Сейчас взобью. Одной рукой неудобно, конечно. Не торопитесь, девочки. Чем дольше взбиваешь, тем лучше. Оно и так на всё дело уходит. Пять минут от силы. Но зато у вас майонез, мало того, что он вкусный, он ещё и без всяких вот этих, знаете, е, муе. Так, а теперь мы будем вливать... Ну, это невозможно мне и снимать ещё. То есть вот так, тоненькой струечкой масла. И одновременно, чтобы это всё взбалтывалось там. И до тех пор, пока майонез не станет густым. Сейчас я это сделаю. Масло обычное. Вот, видите, он вот стал вот такой вот густой. Но у меня уже, вот эта банка, я уже, ну, знаю, что вот сколько тут получается. Чтоб как раз натриться. Ну и последнее, три ложки уксуса девятипроцентного туда. И ещё раз помешать. И всё. Я говорю, пять минут. И очень вкусный майонез. Без всяких эмульгаторов и прочего дерьма. Ну, без уксуса никак, потому что это, собственно, ну, тоже консервант. Вот. Но у меня желудок реагирует на всё. На это абсолютно не реагирует. Хоть там и уксус. Так что делайте, и будет у вас нормальный майонез. Всем он понравится. И больше вы уже из магазина не захотите. Ну, всё. Налила уксус. Всё. Чуть-чуть помершаю, и всё. Майонез готов. Ну, вот и на тебе. Не обещали дождя. И вдруг какие-то вон тучи пришли. И дождик пошёл. Ну, ладно. Дожди нужны. Я думаю, сейчас тучи-то вот это пройдёт, наверное, да и всё. А я с Иринкой разговаривала, с подружкой своей мурманской. Она мне там новости всякие рассказала. Пока болтали, и дождик пошёл. Ну, он такой непроливенный, скажем так. Гляньте, какие стали закаты. Прям какие-то сказочные. Я говорю, вот уж какой раз говорю. Небо-то чистое. А вот тут вот это вот собирается, собирается. И вот такое получается. Ну, потому что вот там море. То есть вот с этой стороны море. Там море. И с той стороны море. У нас же мыс. И получается вот так. Видимо, то ли ветер сдувает с той стороны вот эти облака. То ли вот так вот. Гляньте, какая красота. Мне прям так нравится. Как-то и грозно, и красиво. Ну, вот сегодня днём было 14 градусов. Но ветрища. Вот сейчас к вечеру спадает ветер. Но всё равно. А днём сдувало. У меня ведро улетело пластиковое. Новое только купила с крыльца. И всё. И треснуло пополам. Так что вот так вот, да. К вечеру притихло. Ну, всё, зайки мои, солнышки. Спасибо вам огромное за комментарии. Не за все, правда. Но за те, которые душе приятные. Спасибо, мои дорогие. Давайте, не болейте. Не огорчайтесь. Не грустите. И вообще побольше плюйте на всё. Ладно? Давайте. Я вас очень люблю. Обнимаю. Девочки мои. Всё. Пока-пока. До завтра. Пока-пока. Продолжение следует...